Совсем не зимние погоды, а с лякотью под ногами встретили дворы микрорайона Африка участников рейда. Цель совместной работы выявить места несанкционированных стоянок частного транспорта, а также пройти по тем дворам проезд, в которых преградили сами жители. Данные бетонные блоки, как мы уже сказали, мешают проезду спецтехники, соответственно, доставляют неудобства. В этом случае есть статья административного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконную установку или переграждение данных дворовых территорий, которые не дают возможности сквозного проезда. Проблема видна невооруженным взглядом. С каждым годом машин становится все больше, и все больше горожан не гнушается ставить свои легковушки на разбитые летом клумбы, зеленую полосу и даже детские площадки. Отсутствие четко выраженной линии тротуаров позволяет парковать машины на пути пешеходов. Особенно это заметно у детского сада. Здесь большой поток машин, в том числе приподъезжают родители с детьми и паркуются на пешеходной дорожке. Но здесь существует проблема, потому что нет бордюра, и пешеходная часть дороги не обозначена. Чтобы спастись от засилия машин, в некоторых местах жители положили ограждающие устройства. Как правило, это бетонные плиты. С одной стороны, это мешает проезду спецтехники, например, скорой помощи и пожарной команде. С другой стороны, за детей спокойней. У каждого своя правда. Скоростной режим не соблюдается. На каждый въезд в микрорайон Африку нужно повесить знак «жилая зона». А он один есть, но он один висит. На остальных нет. Ну и желательно поставить лежачего полицейского. Но не такого асфальтированного, а промышленного, нормального. Чтобы все-таки скоростной режим соблюдался. Бывают, летают по ночам со скоростью больше 60. Многие дворы, оберегая свою территорию, перекрыли дороги. И тем самым увеличивают нагрузку на благоустроенные дороги, которые успешно ими разбиваются. И ремонтируй, не ремонтируй. Я говорю в частности о своем доме Кленово-1, корпус-3. Где нет ни тротуаров, и очень большой поток транспорта. Даже бывают временами пробки. Разъехаться не могут в связи с тем, что и дорога узкая. С аналогичными проблемами сталкиваются и в косе номер 2. Камнем преткновения в споре жителей двух пятиэтажек по улице Кленово также стал самодельный шлагбаум. Вот я лично за, чтобы машины здесь не ездили. Спецтранспорт, он будет ездить. Ключи у нас в квартирах в трех. И мы полностью за своего председателя. Он у нас энергичный, старается для своего дома. Дорога была отремонтирована за счет жильцов этого дома. На наши средства. И, конечно, нам жалко, она уже начинает разрушаться. Там уже яма. Подобные рейды уже дали свои первые результаты. Только за последнее время составлено 15 административных протоколов на тех, кто паркуется в неположенных местах. Штраф от 800 рублей. Елена Петрова, Николай Малоденов. Новости 24, Муром.